Друзья мои, всем привет, с вами Кентавер, добро пожаловать на новую игру на нашем канале, называется Police Simulator Patrol Officer, короче, симулятор полицейского. Что ж, у нас на канале такое уже было, но эта игра полностью новая, вышла на сегодня. Спасибо разработчикам, что дали ключик. Ну, а мы с вами сделаем новую игру, посмотрим, как у нас здесь играется и что тут можно сделать. Можно выбрать персонажа, мэйл или феймэйл, ну типа женщину или мужика, мы выберем мужика. Вот у нас есть Франк Миллер, есть Аарон какой-то есть, но давайте мы Франка выберем, ну потому что пусть будет, да, и в основном как бы на этом все. Значит, погнали, друзья мои, посмотрим. Что ж, в этой игре очень многое как бы можно сделать. В начале игры у нас не такие уж и большие возможности есть, но все-таки это есть наша карта, да. Есть вот три района, но пока что у нас действует, не то что действует, а доступен только один район. К сожалению, так сказать, мы его выбираем, конечно, Melting Pot и на самом деле здесь еще отдельно как бы нам дают только вот эту вот часть для патрулирования. Есть у нас задачи с левой стороны, нам нужно пока что паркинг тикет выдавать, то есть смотреть, кто запарковался плохо. И по чуть-чуть мы можем как бы вырастать в звании, скажем так, и нам дадут больше задач и больше, само собой, территории. Что ж, погнали, посмотрим. Вот наш, так сказать, называемый кабинет. Давайте посмотрим. To protect and to serve. Да, это круто как бы сказано. Здесь у нас само собой, ну как бы как у всех полицейских в Америке, вот такая же надпись получается. Защищать и служить. Или служить, нет, пойти защищать и служить. Да, как-то так. Что у нас здесь? Коллег у нас вообще нифига нет, вот у нас есть время. А что там за фотки, погоди-ка секундочку. Такое ощущение, что там была фотка какого-то взрыва. У них и лаптопы есть, короче, компьютеры есть. Графа, блин, графа в этой игре. Очень такая детализированная для такой вот игры, игры то есть. Вот, кстати, здесь наша карта. Здесь люди, которые в розыске. Но хрен как угадаешь, кто из них кто, потому что, ну, сами понимаете, здесь ты ничего не запомнишь. Выйдешь на улицу и хрен кого ты поймаешь. Здесь тоже самое, как бы надпись. Здесь нас ждет какая-то мадам. Говорит, чувак, давай иди работай, что тут рассказывай. Сказки, блин, е-мое. Ну что ж, вылезаем, друзья мои, и погнали, как говорится, в путь. Мы будем защищать народ здесь. Что там, эмбиент не меняется, что мы вышли как бы? Вот такая вот парковочка у нас здесь. Я не вижу здесь наших машин. Не знаю, надеюсь, в скором будущем нам дадут даже машины, чтобы мы как бы могли патрулировать. Но пока что у нас звание такое маленькое, что нам дали просто выдавать эти талоны для... Штрафные талоны или как его? Штрафы, короче, выписывать. Другое нам пока что не разрешают. Что ж, ну короче, само собой мы с вами вырастим, и все у нас будет отлично. В этом городе мы будем знать каждого. И, ну не знаю, там прям в лицо прям что ли. Вот ты видишь, вот там вот люди как бы стоят. Можно, я не знаю, их прям взять как бы и обыскать. Можно им проверить документы. Но это все, само собой, надо делать с каким-то поводом. Если повода нет, и ты просто так подошел к кому-то, оштрафовал его просто-напросто на ровном месте, как бывает в реальной жизни, да, у нас как бы там это вот, вы все знаете, да, в СНГ странах, то это плохо кончится. То есть твои очки, само собой, зарабатываемые, очень трудно. Они, само собой, упадут, ну, грубо говоря, в ноль. Дальше у нас есть, смотрите, вот первая машинка, которую можно как бы обыскать. Давайте посмотрим, не то что обыскать, а посмотреть, припарковалась ли она правильно или нет. Вот здесь видно, что она припарковалась нормально. А вот есть номера, которые нужно проверить. 21 год. 21 год, значит, все нормально. Номера у нас не просроченные, потому что у нас сейчас в игре 20 год. Давайте. У вас нормально все? Нормально у них все. Ну, как будто школьники там стоят и так, что нормально, нормально. Ничего, им дергаться, как бы, короче, не будем. Их дергать тоже не будет. Да, здесь написано про всякие очки и так далее. Вот, видите, то же самое. Если мы нарушаем, нам тоже, как говорится, минус. Нельзя нарушать и проходить на красный свет. Это тоже нужно учитывать. Что-то здесь стоят, стоят нормально. Все здесь стоят, там стоят. Ну, я не знаю, этого можно проверить. Правда, я бы проверил сначала бы эту машинку. 21 год, нормально. Но такое ощущение, что здесь парковаться нельзя. Экспирт. Ну, тут у всех экспирт. Окей. А если он тут стоит, давайте мы чисто ради интереса проверим. Сделаем паркинг тикет и... No parking area. Чисто ради интереса. Посмотрим, если это у нас сработает. Он не стоит возле столба для парковки. Сработает в такой... Нет, не сработает. Значит, ему здесь парковаться можно. И сразу же минус 5 очков. Это, конечно же, плохо. Мадам, чё у вас? Как у вас? Давайте на... Конечно. Документы, пожалуйста. И пожалуйста, офицер. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Вы не думаете, что вы черная, как бы я поэтому к вам подошел. Но все-таки. Так. Эвери. Эвери. Ее зовут... Не зовут. Она живет на Брэдстрит. Брайтон Фрэнклин. Она донор. Фимейл. Бла-бла-бла. Документы правильные. Все нормально. Давайте мы ее обыщем, конечно. На всякий пожарный... Не-не-не-не. Детей нам не надо. Нам нужно обыскать тебя. Чисто ради интереса. А ты у нас тут стоишь прям так... Я не знаю. В углу, что ли. Света тут мало. Каким-то боком. Ты мне кажешься... Спиннер, бустикет, чоклет. Ну, я не знаю. Давайте дальше поискать будем. Повыше искать будем. Мне кажется, она какая-то подозрительная. Или подозрительно стоит. Блин, мне плохо сейчас будет. Потому что мне придется ее оставить. Да. И вот таким вот образом нам дали минус 15 очков. Это значит, нам нужно вырабатывать... Отрабатывать так, чтобы эти вот 15 очков вернуть себе обратно. Здесь у нас все нормально. Короче, придется бежать, друзья мои. Потому что мы уже немножечко в минусе с нашей репутацией. Это очень плохо. Машинка стоит хорошо. Ох ты ж, е-мое. Вот видите, проблема. Тут припаркован нормально чувак. А здесь припаркован чувак как минимум далеко от дороги. То есть от бордюра. Это очень плохо. Значит, мы его, само собой, оштрафуем за то, что position too far into street. Вот так вот. Слишком далеко. Ну, от бордюра, короче. Все. Штраф получен. Плюс 10 очков. Эвакуировать такую машину мы, конечно же, не будем. Valid. А этого, что у нас там по номерам? По номерам все нормально. А здесь, мне кажется, можно его оштрафовать. Давайте посмотрим, если такое как бы заработает. Too far into street, on side of way, wrong direction. Нет, не то. No parking, special zone. Нет, его мы никак таким образом не сможем оштрафовать. Там нашинки, кстати говоря. Ай-яй-яй. Ну, как же так? Почему же ты так побежала, мадам? Давайте я за ней побежу, побегу. Мадам, стойте, вас же собьют машинки, блин, собьют и прям на смерть к хренам собачьим. Мне надо вам так бежать. Не-не-не, погоди, ты куда, мадам? Че ты, че ты? Во-первых, ID, да. Да, да. Here you go, officer. Да, пожалуйста, конечно, конечно, пожалуйста. Вот, давайте посмотрим. Так, разрешения на оружие нет. Документы до, так, с 9 месяца нормальные. Значит, хорошо. Все с документами. Давайте мы ее немножечко... Обыскать, я не знаю. Не будем ее обыскивать. Давайте ей просто штраф выпишем за то, что она просто... В смысле, у нее expired ID? Не, у нее не expired ID. Вроде бы 20-й год там было. Можно устно как бы ее предупредить, а можно, само собой, выписать 20-ти долларовый штраф. Серьезно? Это так много денег, что ли? А ну-ка, давай еще раз, зайди, мадам. Еще раз, зайди. Давай, 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 давай. Че там у нас? Экспайр, что у тебя они... 2015, 2020 и 9-8. Не, нормально. С документами у нее все в порядке. Значит, мы ее отпускаем, потому что... Они действительно... Ну, минус 5 нам дали, потому что мы повторно, походу, попросили документы у нее. Это очень плохо. Что мы видим? Все правильно. Машинка стоит не ров... Не то, что не ровник. Она стоит на... Ну, короче, в другую сторону, короче. Он, походу, ехал навстречку для того, чтобы сюда припарковаться. Это очень плохо. Это прям капец как плохо. Значит, паркинг-тикет, само собой. Давайте мы его... Так, какой паркинг-тикет? Так, погоди. Wrong way. Это было... Это было... Tax. Too close. Expired. Position. Вот он. Wrong direction. Direction. Вот именно поэтому мы его оштрафуем. И вопрос. Смогу ли я его отсюда эвакуировать, если он вот таким вот образом стоит? Давайте попробуем. Нет. Но таким вот образом эвакуировать его нельзя. Будем знать, потому что, как бы... Потому что таким образом их... А вот как у нас происходит эвакуация. Подъезжает вот такая вот машиночка. Забирает эту вот машиночку. Вот прям как в реале. Давайте поближе посмотрим. Отлично. Взяли, подняли. Само собой, как бы мы это сделали неправильно. Но что поделаешь. Такова судьба. Забирают ее и, конечно же, уезжают. А если он стоит не там, где этот парковочный столб... Да, я понял, понял. Не там, где парковочный столб, то его можно оштрафовать? Сейчас мы проверим. А вот у этого просрочены номера. Вот это вот уже плохо. Если у тебя просрочены номера, мы, значит, тебе... Ммм... Вообще без никаких проблем. Чисто ради интереса. Хочу проверить. Вот он стоит, как бы, паркинг тикет. Сейчас посмотрим. Экспарь лайнсенс. Паркинг метр экспарь. Чисто ради интереса. Давайте. Он стоит не у столба для парковки? Нет. Даже если он стоит не у столба для парковки, мы его выписали штраф. Выписали. А походу нельзя было. Нельзя было. Совсем нельзя было. Все, машинка уходит. Все просто. Отлично. Давай уезжай. Мы хотим посмотреть на тебя, как ты уезжаешь. Собрался. И уехал. Ну, по крайней мере, это мы сделали правильно. Будем знать, друзья мои. Будем знать. Вы то же самое, как будете об этом. А что у нас ты такой подозрительный чувак? А ну, секундочку. Документы, пожалуйста. Документы, давай. Конечно, офисер. Конечно, офисер. Конечно, пожалуйста. У тебя, может, наркочки есть или что-то другое? Документы до 23-го года действительные. Томас Леви, Фрэнклин, бла-бла-бла. Донор оружия нет и так далее. А ну-ка, мы тебя обещаем. Конечно, мы тебя обещаем. А как без этого? Вообще никак. Прям совсем никак. Давай. Серч и так далее. Ясный хрен? Ясный? Да, конечно. Стой, стой, стой. Чувачела, чувачела. Давайте мы возьмем пушенцию. И за ним побежали, побежали. Он, короче, не хочет, чтобы его... Обыскивали. А куда он убежал-то? Че, мы его пропустили, что ли? Странно. Он как будто испарился, блин. Это он, что ли? Серьезно? Он обратно перешел дорогу. Быть такого не может. Ничего страшного. Мы его догоним. Ща мы его так вот догоним. А он только по дороге, блин, не бежит. Говнюк-то, а? Полиция! Стоп! Полиция! Стоп, мадефака! Ща в тебя и стрелять буду. Говнюк с говну собачья. Иди сюда, блин. Прям на дороге прям. Нас не собьют здесь, кстати говоря. А ну-ка, мы тебя обыскивать будем. Документы проверили. А вот ж... Блин, там машины едут. О, нормально, нормально. Нормально все. Так. О, марихуана. Один ОЗ. Так. Спиннер, ноутбук, нинджа-стар. Ни хрена себе. Это оружие получается. А ну-ка секундочку. Давай мы тебя и повыше обыщем. Карманчики верхние. Че там у тебя? Ноутбук, ниндзя-стар. Ни хрена себе. Ниндзя, блин, нашелся. Хенд катфит, короче. Ну-ка, давай, иди сюда. Иллегал вэпен посешн. Мне кажется, ниндзя-стар это плохо. Керинга, switchblade. Нет, но switchblade это... Короче, ниндзя-стар даже здесь у нас нет. Поэтому давайте не будем сейчас рисковать. Наркотики. Вот так вот наркотики. Где у тебя? Каннабис. Каннабис. Бывает че-то там. Алкогол. Вот так вот. Каннабис. Все, у тебя каннабис, значит, ты задержан. Да. Пожалуйста, офицер. Пожалуйста, пройди к бордюру. Вот так вот, чтобы нас не сбили. Мы ему сказали? Да? А, отлично. Как он, как он вальяжно, блин, прям ходит. Все? Пришел? Стоя на месте сейчас. Вообще красавчика. И сейчас мы его... Вот так вот. Попросим машинку. Чтобы его отсюда убрали. Хорошо, мы отправим ближайший транспорт к вашему месту. Да, конечно. Да, все. Сейчас ждем, друзья мои. Ждем какой-то Бобик, чтобы... Вот, вот он Бобик наш. Вот он наш Бобик маленький. Американский Бобик, короче. Бобик едет. Давай, иди сюда. Все. Красавцы. Взяли его. И уж... В тюрягу сразу. Ну, давай. Давай, давай. Здесь есть бэкап. Конечно. Подкрепление называется. Подкрепление. Спеши операции. Минус 20. Что-то мы, короче, ему там сделали. Нам дали минус 20. Но, по крайней мере, мы его задержали. И плюс 10 дали. Короче, хреново еще с очками у нас сегодня. Но ничего страшного. Все, его взяли. А здесь у нас паркинг... Expired. Здесь даже два штрафа. Целых два штрафа. Ты прикинь, вот у этой машинки целых два штрафа. А что по номерам-то? По номерам все нормально. Значит, смотри. Во-первых, мы делаем вот так. Ты очень плохо, короче, too far into the street. Слишком далеко, короче, в дорогу ушел. С парковкой твоей. Давай-давай, выпей свой. И, само собой, у тебя паркинг expired. Ну, просрочен билет. Нехер так парковаться. Вообще, нехер так. Не надо, не надо так парковаться. Это очень плохо. По номерам нормально все. Здесь у нас что-то непонятно. А что у нас с окном? Почему такое окно-то? Я не понял. Ой, что тебе выбрать-то? Special zone, fire hydrant, too close to crosswalk, expired lessons, no parking area. А что ему выписывать-то? А ему и нечего выписывать-то. Вообще нечего выписывать. Ха, ты прикинь. Нечего, нечего тут ему выписывать. Если даже окно ему это кто-то сломал, хрен его знает. Ну, лобовое, короче. Окно. Так, отлично. Этот у нас не заплатил за парковку. Это есть нехорошо. Такого делать как бы не надо. Так, что у нас? Смотри на него, как он припарковался. Нам даже игра говорит о том, что как это так можно парковаться. Это тоже как бы надо оштрафовать. Это неправильно, поэтому мы и делаем вот такие вот вещи. И вот такие вот вещи. Ну, потому что нифиг нафиг. Надо уметь нормально парковаться. Если не умеешь парковаться, значит нехрен ехать на таких вот дорогах. Ой, ё-моё. Тут у нас сколько-то машин, которые все прямо не хотят. Платить за парковочку. Прямо я не знаю. Прямо золотая жила. Че там у нас? Че там у нас? И кто там у нас? Там у нас еще машинки есть. Можно их проверить. Я вижу, там у нас кто-то очень плохо припарковался. Секундочку. Ща мы посмотрим. Еще, секундочку. Еще, еще. Так, вижу. Таксист. Таксист негодяй, да? Че по номерам у таксиста? У номера у таксиста нормальные. С парковкой хреново. Давай с этой стороны, что ли? Вот так вот. Так, сходи сюда. Так вот нельзя парковаться. Ни в коем случае. Не в моем городе. Никогда, короче, когда я тут патрулирую. Нельзя такого делать. Вообще нельзя делать. А че мы там куда смотрим? Нормально все? Че вам там не нравится-то? Не понял. Здесь у нас граница зоны. Кстати, у нас есть еще карта. Вот мы сейчас ее посмотрим. Это компьютер. Полис компьютер. Мы находимся вот в этом вот месте. Можем вот так вот по кругу пойти. И сделать дальше как бы наше дельце. Заниматься своими, так сказать, делами. А ты, кстати, мне кажется, на красный прошел. Маленький чувак. А ну-ка иди сюда. Сэр. Сэр. Секундочку. Сэр. А ну-ка дайте мне ваш айди. Мне хочется просто посмотреть, если у вас все нормально с головой. Давайте. Вот так. Через айди. Это можно. Через паспорт. Это можно все увидеть. Смотри. Паспорт хороший. Все нормально. У него вообще все. Вообще красавчик. Непросроченный документ. Значит, иди сюда. Нельзя проходить на красный север. Да. Устно я тебя предупреждать не буду. Я тебе сразу штраф выпишу. Это ж так много денег. Капец. Все. Иди отсюда. Иди гуляй, гадач. Иди гуляй. Вот так вот. Это с ним. А сам прошел на красный. Нормально, да? Давайте пройдем эту зону. Здесь у нас что, красный? Красный хреново. Ждем. Отлично. Отлично. Проходим. Проходим дальше. Если кто-то мусорит, тоже можно любого оштрафовать. Это очень прикольно, как бы, что здесь мусорить тоже нельзя. А что, я буду ждать прямо этот светофор? Прямо не буду ждать этот светофор? Вот здесь кто-то намусорил, видишь? Я даже не заметил, но походу кто-то здесь из вот этих всех намусорил. Там красный, там красный. Давайте на зеленый пройдем. Не будем сейчас уже, как говорится. Серьезно? А что так быстро-то? 21 и так далее. Спарковочная нормально. Короче, наша... Это вот наш... Дай карту, карту дай. Смена наша закончилась. И значит, нам нужно... Ёлки зеленые. А мы далеко-то, ёлки-палки-то. Мне нужно обратно сюда. Значит, да, нам нужно обратно. Окей. Ну, мы вот таким вот образом пройдем и пойдем обратно. По дороге, если какие-то нарушения увижу, то ясно, что мы будем обязательно их штрафовать. Этих людей или там... Кого там это вот. Но нужно возвращаться обязательно куда? Все правильно. Возвращаться нужно... Там парковка? Да, там вроде парковка вроде. Такс. Но возвращаться нужно в участок. Мы правильно вообще идем? Да, правильно идем. Сейчас направо, прямо и так далее. Ну, пошли. В таком случае... И... Итс. Тихо. Нихрена себе прошла, блин. На зебре и ее... Ну, короче, насквозь. Короче, машинка там проехала. Вы поняли, да? С номером нормально все. Значит, нам сюда можно. Нам и сюда можно. Нам вообще везде можно. Потому что зебра она... Она везде зебра. Людям тоже можно сюда идти. Проходить. Че у вас с парковочкой, сэр? С парковочкой у вас все нормально. И с номерами тоже все нормально. Так, где у нас нарушители-то? Нарушители. Нарушителей больше я не вижу. А, не вижу одного нарушителя. И номера просроченные. Смотри на него. Во-первых, мы ему, само собой... За экспират лайсенс. Номера просроченные, это надо обязательно оштрафовать. Если номера просроченные, что мы делаем? Все правильно. Мы ему... Да я знаю, погоди ты. Иду, 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 иду. Сейчас у меня еще... Да, эвакуировать машинку надо. Вот. Че по номерам. Септембр... Двадцатый год. Септембр, двадцатый год. А у нас там было двадцатый год, мне кажется. Блин, вот месяц. А какой у нас месяц? Погоди. Месяц покажут? На карте. На карте месяц... Пятый месяц. То есть четвертый месяц, скорее всего. А здесь у нас сентябрь. Так, у тебя тоже просроченный номер, а то елки зеленые. А ну-ка иди сюда. Экспайр лайсенс. Иди сюда. Красавчик. Есть контакт. Блин, не экспайр, что ли? Ай-яй-яй. А в таком случае ты просто припарковался хреново. А иди сюда. Вот это вот. Вот это вот не надо делать. Не нужно этого делать. Не в моем городе. Значит, по месяцам я что-то перепутал в таком случае. Все. Сейчас мы уходим полностью обратно. Так как наша там начальница, она уже прям напрягается. Понимаешь? Нехорошо, когда начальница напрягается. Прям совсем нехорошо. И я боюсь, что она мне прям, я не знаю, там денег не даст. Там, я не знаю, что-то там сама мне выпишет штраф. Чего нам, конечно же, не хочет. А вот наш полицейский участок. Слышишь машинку? Увози. Не надо ее тут держать-то. Это зебра, так что мне можно. Нам сюда можно. Обязательно можно. И заходим куда? Заходим. А вот сюда. Все. На shift it's over. А ну-ка давайте присядем. И закончим свое... Свою смену. Потому что иначе никак. Тут опять никто не работает, блин. В этом кабинете только я. Так, что у нас за... Ммм... 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 Да я понял, что ты... Статистика. Статистика хорошая. Статистика хорошая. Мелтинг пот. Блин, мне нужно было еще немножечко. Ну как немножечко? Тут целая половина нужно было, чтобы не открылась другая зона. Хорошо. Эту половиночку это как бы не проблема вообще сделать. Прям вообще не проблема. У нас, смотри, у нас есть эти вот все дни недели. Семь дней недели. Здесь можно из этих вот двух... Из этих вот семи дней можно выбрать два дня свободного времени. Ну типа этого выходного. Так, хорошо. Accept, само собой, мы берем опять же эту зону, потому что другая у нас не открылась. Давайте. И вот это вот дело. Я сейчас как бы пройду, то же самое сделаю. Замучу так, чтобы, ну там, штрафы там было побольше, чтобы было больше нарушителей и так далее. Ну короче, вы поняли, все как в реальной жизни. Чтобы, ну короче, что было хорошо. И, но если вы хотите увидеть продолжение по этой игре, и если вы этого хотите, то само собой все зависит от вас. Это был у нас первый взгляд игры Police Simulation, или как его, Simulator Patrol Officers. Если вам все понравилось, не забудьте поставить пальцы вверх, и я уже вижу первого нарушителя. Мы, само собой, продолжим в следующей серии. В следующей серии, ясный хрен, будет уже другая у нас задача, потому что у нас задачки сейчас также по парковке. А в следующей серии мы пройдем, как говорится, на следующий уровень. То есть, это все будет за кадром, поэтому, друзья мои, а я думал, он плохо припарковался. Нормально он припарковался, что я к нему это вот докапываюсь? Машинка у него хорошая, может поэтому. Что, друзья, с вами Бакен Тауэр, это была игра Police Simulator. Всем удачи и всем пока. Если понравилась игра, ставьте пальчики вверх. Если нет, сами знаете, куда стыкать. Ну, увидимся в следующей серии.